МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал СБС и радио СБС и ФМ Новости. Здравствуйте! В студии Лели Басенли. Для начала, коротко о главном. Президент Азербайджана Иха Мариев посетил Джабраильский и Зангеландский районы страны. Глава государства заложил фундамент ряда новых объектов и сел. Президент Грузии Соломи Зоробешвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об инагентах в том виде, в котором его принял парламент, наложив на него вето. Тональд Трамп готовится к массовой депортации мигрантов из США, если станет президентом. Его команды и юристы готовят закон об ускоренном рассмотрении документов для выдворения мигрантов и отмены защиты от депортаций для сотен тысяч человек. Более 50 человек погибли в результате нового проливного дождя и наводнения в Афганистане. Перекрыты многие дороги, полностью разрушены тысячи домов. А теперь подробнее. Сегодня президент Азербайджана Ихам Алиев посетил Зангеландский и Джабралийский районы страны. В Зангеландском районе глава государства заложил фундамент поселка Миндживан. Глава государства также открыл гидроэлектростанции Зангелан и Шаифлы. Заложил фундамент внутренней дорожно-коммуникационной сети города Зангеланд. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мирибан Алиева также приняли участие в открытии Зангеландской мечети. После этого президентская чета приняла участие в открытии отеля Агалы в селе Агалы Зангеландского района. В регионе имеются большие возможности для развития медицинского туризма, туризма для отдыха, экотуризма и других видов туризма. В Чабраинском районе глава государства заложил фундамент сел Машанлы, Пёйкмерджанлы и Кярхулу. В освобожденном от армянской оккупации городе Шуша продолжаются восстановительные работы. Накануне колыбели азербайджанской культуры посетили президент Азербайджана Ихам Алиев и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы двух государств были проинформированы о генеральном плане города. Президенты Азербайджана и Белоруссии накануне побывали в первом жилом комплексе города Шуша. До конца 2026 года по программе «Великого возвращения» будет построено 111 многоэтажных домов. 23 из них уже построены. Жемчужину Азербайджана на первом этапе вернулись 244 бывших вынужденных переселенца. Это 58 семей. Во время автобусной прогулки по городу президент Белоруссии был проинформирован о работах, проводимых Шуша. Здесь особая архитектурность в Шуше. Пришли варвары, все сломали. Это слева гостиница «Карабах». Была построена при моем отце. Когда мы сюда вернулись, он был полуразрушенный. Всего два этажа функционировало. Мы его капитально отремонтировали. Мечельца одна тоже была разрушена слева. Тоже восстановили. Ильхам Алиев и Александр Лукашенко осмотрели автобус совместного Азербайджана-белорусского производства и тракторы, подаренные президентом Белоруссии городу Шуша. Затем главы государств прогулялись по площади, где установлены расстреляны армянами памятники великим азербайджанцам. Ну это пусть так и будет. Вот пусть так рассказать. А вот видишь, я это приведу в январе 21-го года, когда сюда приехал. Они их отправили на переплавку. И потом Пол Адузнал о том, что их в Грузию вывезли армяне, переплавку хотели. Тогда он обратился к отцу, и мы договорились, выкупили их. Выкупили, привезли и поставили их во дворе музея искусств. В центре города. И там они и стояли почти 30 лет. С автомата 545. А потом Пол Адузнал обратился к господину президенту, что давайте поставим в Баку, в каком-то большом, красивом парке. Сколько можно они там стоять. Я сказал, ни в коем случае они будут поставлены на свое место в Шуше. Это было 11-12 лет назад. Президенты также ознакомились с выставкой Гейдара Алиев и Карабах в отреставрированном фондом Гейдара Алиева творческом центре в Шуше. Затем главы государств посетили дом музея Бюльбюля. Вот такой вармин, когда сюда вернули. И там, знаете, пули остались. Вот там под вармин. Кто стреляет в иконы и памятники, это вармин. Вот, здесь в этом доме родился мой отец. Вот смотрите, стены какие, да? Потому что тогда вот всего маленькая такая была, как у Джаха у нас называют. И вот этим обогревали. Потому что за счет того, что стены толстые, зимой тепло, а летом прохладно. Ну, здесь собраны такие элементы тех лет и так далее. Вот так, как люди жили. Просто интересно, это графически тоже сохранилось. В фографиях отражен дух того времени. Уникальная надпись. Я говорю, автограф Гейдар Алиевича часто могу увидеть. А автограф мамы, Гейдар Алиевича, редко можно увидеть. Здесь какой замечательный почерк. Когда они были в нашем музее, были в разное время. Но оба вот написали. И я всегда, я вам не знаю, что мы бережем. Она опекала вот и меня, и Муслима, и всех тех, кто начинал тогда свою творческую жизнь. Лидеры Азербайджана и Беларуси также побывали на легендарном Джидар-Дюзюе. Это один из главных символов города Шуша. Здесь издревле проводились скачки, игры Човган. А со времен Карабахского ханства равнина стала местным проведением местным тюркским населением праздниц. По случаю праздника Новрус и других народных гуляний. Главы государств также осмотрели шушинские крепостные стены. Крепость, построенная Карабахским ханом Панахалиханом, долгое время защищала город от внешних вторжений, была символом неприступности. Во время оккупации крепостные стены подверглись армянскому вандализму. После освобождения земель там были проведены ремонтно-восстановительные работы. Знакомство с культурной столицей Шушой произвело на президента Беларуси глубокое впечатление. Другим темам в Новой Калейдоне продолжаются массовые антифранцузские демонстрации. Верховный совет Франции объявил на острове военное положение. Власти поручили военным охранять все стратегические объекты острова. Запрещены все демонстрации и акции. Социальные сети заблокированы. Въезд журналистов на остров ограничен. По последним данным, противостояние канаков с французскими полицейскими в Новой Калейдоне привело к гибели уже шести человек. Около двухста человек были задержаны. Десятерых предполагаемых организаторов погромов поместили под домашний арест. Как отмечают СМИ, в общей сложности четыре дня протестов принесли ущерб в 200 миллионов евро. Это примерно 2,5% ВВП региона. Были разграблены многие супермаркеты. Начались перебои с поставками продуктов питания. В магазинах столицы выстроились большие очереди. Некоторые супермаркеты ввели ограничения по количеству людей. «Я опечален нынешней ситуацией в Новой Калейдоне. Ситуация настолько плачевная, что там некоторым пациентам трудно проходить лечение из-за отключения электроэнергии. Это действительно грустно. Чрезвычайное положение всё ещё сохраняется. А это оказывает влияние на повседневную жизнь населения». По итогам совещания премьер-министра Франции Габриэля Аталия с председателями Палат парламента и парламентских фракций планировалось 11 июля доставить в Новую Калейдонию Олимпийский огонь. Однако СМИ сообщают, что, учитывая нынешнее положение на острове, эстафеты Олимпийского огня в преддверии летних игр во Франции не будут проводиться в Нумее. Верховный совет также объявил на острове военное положение. Сообщается, что в Париже приказали военным взять под охрану все стратегические объекты острова. Между тем, Франция обвиняет в происходящем Азербайджан. Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что якобы Баку причастен к антифранцузским демонстрациям. При этом он не смог представить никаких доказательств. К сожалению, как обычно, как стандартно, Франция будет находить виноват, где угодно, только не в Сибири. Такой же подход был на Саперной Африке, где страны, как Нигер, Мали и Букино-Фазо, когда они требовали, затребовали, чтобы французские войска уехали, ушли из их стран. Франция считает, что это пропаганда, это результат пропаганды. Реальность другая. Реальность связана с тем, что это колюнзаз, это колюнзаз, который продолжается. Это народы, экономические условия народа, коренных народов, которые не учитываются, и поэтому спешка населения. Я считал, что это тип мышления президента Макрона. Сейчас больше и больше понимают, что на самом деле тип мышления элиты Франции. Эксперты считают, что переложить на других ответственность за ситуацию Новой Каледонии – это проявление слабости со стороны Елисейского дворца, который запутался в своих приоритетах, желаниях и намерениях. Они хотят суверенитета, свободного развития, своего выбора. То есть их лишают права выбора. И что это называется демократия по-французски? Если это демократия по-французски, то она никому не нужна. Даже самой Франции она не нужна. Очень примечательный мотив заключается в том, что общественные силы Франции, они не поддерживают курс Макрона в отношении и Новой Каледонии, и Южного Кавказа, той же самой Мартиники, Корсики и так далее. Потому что времена колониализма ушли и канули в лету. Давным-давно. Как отмечают эксперты, Франция, обвиняя Азербайджан во вмешательстве в дела других стран, демонстрирует свою дипломатическую несостоятельность и хаос в политическом истеблишменте. Таким образом, Франция позиционирует себя поборником свободы, но при этом веками угнетает народы, проживающие на территориях бывших французских колоний. Антифранцузские демонстрации Новой Каледонии начались после того, как парламент Франции принял закон об изменении порядка выборов в местное законодательное собрание. Теперь правым голоса обладают и французы, которые жили в Новой Каледонии в течение 10 лет. Сравна с Гаджалией, ВСБС. А мы продолжим обсуждение антифранцузских протестов Новой Каледонии с экспертом. К студии подключается Эльмар Гусейнов, журналист-международник. Добрый вечер, Эльмар Мяли. Добрый вечер. Как мы видим, несмотря на все старания со стороны Парижа, демонстрации в Новой Каледонии не утихают. Как вы считаете, о чем говорит такое бессилие Пятой Республики перед лицом антифранцузских демонстраций? Я бы даже выразился жестче. Там не демонстрации идут, там идут бои на улицах и на баррикадах. Настоящая гражданская война. На 280 тысяч жителей всех рас, представителей всех рас Новой Каледонии числятся 60 тысяч единиц зарегистрированного оружия. И по оценкам экспертов, еще до 60 тысяч единиц находятся там на руках не зарегистрировано. При этом существуют организованные народные дружины или милиции, как у канаков, у местного населения, так и у белых колонистов. И вот между ними еще мечется около 2000 человек, силы правопорядка, местные и переброшенные из Франции. Значит, говорит все это только об одном. О крайнем непрофессионализме нынешнего правительства Франции. Я, откровенно говоря, и работал во Франции, и наблюдаю внимательно последние 30 лет за политической жизнью страны, но таких непрофессионалов я еще не встречал. Вся эта ситуация просто руками организована нынешнего правительства и нынешнего президента Макрона, который в поисках ближайшей тактической политической выгоды перед выборами в Европарламент 9 июня, и перед нарастающим внутренним политическим кризисом вокруг этих выборов, готов пойти на все. На самом деле, не только они пытались, вот изменив этот законодательный закон, они пытались, ну, изменить, что ли, ситуацию в самой Новой Каледонии, то есть окончательно отстранить от власти сепаратистов, за которыми большинство населения сейчас, и которые вполне легально действуют, и с которыми уже один раз договаривалась Франция в 1998 году, заключав известные Нумианские соглашения. Макрон хотел показать себя перед избирательной собой Францией, что он человек жестких и правильных решений, хотел перехватить инициативу у крайне правых, которые сейчас просто как локомотив идут к власти, поскольку население уже устало от того, что творится во внутренней политике, в общественной жизни во времена Макрона. Поэтому все это они сделали своими руками. И я согласен с теми, кто говорит о слабости, моральной слабости, человеческой слабости нынешних правителей Франции, которые пытаются переложить, ну, даже на Азербайджан, который находится в 20 тысячах километров от Новой Каледонии, ответственность за происходящее. Да, я уверен, что в Азербайджане многие вполне удовлетворены сложностями непрофессионального французского правительства, который учит других и не может наладить дела в своих собственных владениях или на своей собственной территории, потому что Новой Каледония считается Францией. Но подозревать Азербайджан и обвинять его в том кризисе, который они сотворили своими руками, ну, это просто смешно и жалко. Эльмар Мелим, вы отметили, что ситуация на данный момент Новой Каледонии критическая. Как вы считаете, каких дальнейших действий можно ожидать от французского правительства? Значит, для того, чтобы ввести этот злосчастный закон, за который уже проголосовали и Сенат Верхняя Палата, и Национальное Собрание Нижняя Палата Парламента, они должны по Конституции собрать еще объединенное заседание Палат. И чисто формально, чтобы они все вместе проголосовали еще раз за этот закон. И вот сейчас идут напряженные консультации, из которых видно, что ни руководитель Сената, ни руководитель Нижней Палаты не хотят проводить голосование по этому закону и предлагают правительству каким-то образом отозвать этот фактически уже утвержденный документ. И одна за другой политические партии, сегодня это сделала, ну, так неформально социалистическая фракция в Национальном Собрании, отрекаются даже от своего предыдущего голосования. Поэтому я думаю, что Макрон в очередной раз проявит слабость. Он создал кризис, но он не будет настаивать на том, чтобы до конца провести свою линию. Они будут спускать ситуацию на тормозах. А французам, как канакам, аборигенам Новой Каллигдонии, так и белым французам, колонистам, которые там живут, достанутся все эти экономические потрясения, разоренные магазины, разоренные аптеки и накапливающаяся у людей злоба. Потому что они стреляли друг в друга 5-6 дней на этой неделе. Очередной кризис, и не знаю, как он будет из него выходить. И 9 июня на голосование в Европарламент, я думаю, французы все ему покажут и скажут, что они о нем думают. При таком раскладе, как вы считаете, могут ли жители Новой Каллигдонии пойти дальше и продолжить выступать со своими требованиями, отделиться от Франции? Значит, на самом деле, еще в 1998 году, когда подписали эти так называемые Нумианские соглашения между сепаратистами тогдашними и тогдашним социалистическим правительством Франции, там не только был введен своеобразный закон о выборах в местную палату представителей Новой Каллигдонии. Фактически, это была дорожная карта к обретению независимости. Отменяя этот закон, официальный Париж пытался остановить этот процесс обретения этой независимости. Сепаратисты там очень сильны и они действуют вполне легально. Я думаю, что вот все происходящее только подстегнет процесс, ну что ли, выделение Новой Каллигдонии из-под административной опеки Франции. Это, конечно, будет постепенный процесс, но я думаю, теперь этот процесс будет неостановим, потому что сепаратисты убедились в том, что договариваться с Парижем бессмысленно. На самом деле договориться можно было бы, но договориться с людьми вроде Макрона, находящимися у власти, невозможно. И процесс отделения Новой Каллигдонии, я думаю, что он только усилится, он будет интенсифицирован. Благодарю вас, Эльмар Мелем, спасибо за ваши комментарии, за ваши прогнозы. Благодарим, что подключаешь к нам. Спасибо, до свидания. Всего доброго. А я напомню, что на прямом подключении со студией был Эльмар Гусейнов, журналист-международник. А мы продолжаем. В результате политической нестабильности и слабого государственного управления на начальном этапе своего суверенитета Азербайджан столкнулся с серьезными испытаниями. Окупация Лачинского района стала третьей фатальной потерей после ходжалы и стратегически важного Шушинского района. После захвата города Шуша армянские вооруженные силы с двух направлений территории Республики Армения и Карабахского региона начали оккупацию Лачинского района. 18 мая 1992 года армянские оккупанты сумели захватить перевал, где проходит единственная дорога, соединяющая Лачинский район с Арменией. После этого армянские отряды начали наступление по всему району. Во время Первой Карабахской войны наша армия была не так сильна, как сегодня. Тем не менее, в 1991 году в Лачине был создан Первый Лачинский полк. Я стал одним из первых солдат этого полка. Несмотря на все старания наших военнослужащих, из-за нехватки оружия и боеприпасов мы потеряли Лачин. Если бы с центра было действительно принято все меры, если бы управление с центра было бы целенаправленным, а не являлось бы раздором и целью завоевать власть теми или иными группировками и силами, я думаю, что Лачин не было бы оккупирован. Защита тогдашнего руководства республики интересов Москвы, а не собственного народа, лишила его авторитета. В условиях усиления народного движения в марте 1992 года Айаз Муталибов, руководивший республикой, подал в отставку. Воспользовавшись усилением споров вокруг власти в Баку, армяне захватили и Лачин. Безвластие, самоуправство, хаос, борьба за власть, некомпетентность находившихся у власти трусливых, продажных людей, предателей. Все это стало причиной оккупации такого города, как Шуша, других наших городов и сел. К власти пришли случайные люди, посты министров обороны, государственных секретарей, председателей парламента, президента, заняли, не получившие никакого образования, не обладавшие никаким опытом и знаниями в государственных делах люди с улицы. Горькие последствия, чего вкусил азербайджанский народ. В результате армянской оккупации население района подверглось этнической чистке. Более 300 военнослужащих и гражданских лиц были убиты или пропали без вести. Были разграблены и уничтожены культурные, образовательные и медицинские учреждения. Вандализму подверглись 54 памятника мирового и более 200 памятников республиканского значения. Около 60 тысяч жителей были вынуждены покинуть родные места и стать вынужденными переселенцами. Когда я вернулся с войны, моя семья уже поселилась в селе Кяберли, Бейлаганского района. Этот период был очень тяжёлым для нас. Тем не менее, мы никогда не теряли надежду. В душе мы надеялись и верили, что рано или поздно мы вернёмся в Лащин. В ходе 44-дневной отечественной войны дипломатический талант, принципиальность, железная воля президента Азербайджана и славная победа азербайджанской армии вынудили Армению капитулировать и освободить территории. Согласно совместному заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении, 1 декабря 2020 года армянская сторона покинула Лащинский район. Освобождение Лащинского района от оккупации без единого выстрела – историческое событие. Сегодня, благодаря политике, благодаря силе воли народа и его лидера, Лащин был освобождён без единого выстрела. Лащинцы сегодня возвращаются на свою маленькую родину. Я должен сказать, что азербайджанский народ, в том числе и лащинцы, никогда не забудут, как и причины оккупации Лащина, и в то же время всегда будут переполнены гордостью за свой народ, за нашего лидера, за освобождение Лащина, восстановление Лащина. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в рамках программы «Великого возвращения» продолжается переселение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный и реконструированный город Лащин. На сегодняшний день обеспечено постоянное проживание в городе Лащин 493 семей, а в селе Забух Лащинского района – 217 семей. К 2025 году также планируется сдать в эксплуатацию Лащинский международный аэропорт, фундамент которого был заложен в 2021 году. Аэропорт строится возле села Горчу на высоте 1800 метров над уровнем моря и станет одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве. Бриллиант Исламова, CBC. Бывшие друзья, новые враги. Напряженность в отношениях России и Армении растет. Теперь Москву обвинили в организации массовых протестов на ее территории. Сорудники армянского премьера Пашиняна также заявили о наличии доказательств шпионажа местных священников в пользу России. В Армении считают Россию дестабилизирующей силой на Южном Кавказе. Критика в адрес Москвы усилилась после начала антиправительственного движения представителей армянской церкви. Священнослужителей обвиняют в работе на Кремль. Тем временем лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстанян, отрицает какое-либо взаимодействие с российскими спецслужбами. Говорит, у него двойное гражданство, но второй паспорт канадский. О российском даже не задумывался. При этом сторонники власти Пашиняна говорят о наличии доказательств шпионажа армянской церкви в пользу России. Сегодня Россия руками преступного карабахского клана пытается разжечь гражданскую войну в Армении. Это не один конкретный человек, а можно образно сказать матрешка, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Экс-президент Роберт Кочарян, бунтующий священник Баграт, католикос всех армян Горегин и другие бандиты. Они стараются помешать делимитации границы, спровоцировать новый конфликт между Арменией и Азербайджаном. Из России и других стран в Армению приехали преступные банды для участия в митингах. Нужны жесткие меры против этих хулиганов. Их нужно оштрафовать. Цель слуг России – нанести вред Армении. Однако у них ничего не получится. По словам армянских экспертов, Россия пытается помешать Армении еще больше сблизиться с Евросоюзом. Последние заявления армянского руководства о намерении вступить в европейское сообщество вызвали раздражение в Кремле. Армянские СМИ сообщают, что страна намерена подать свою заявку не позднее осени этого года. От России у Армении уже нет никаких ожиданий, а вот Запад обещает золотые горы. В вопросе урегулирования отношений с Баку Ереван также доверяет больше Евросоюза и Вашингтону, чем Москве. Азербайджан неоднократно говорил, что это его территории. И нам было дано время для возвращения сел. Но Россия, на мой взгляд, была против. России не нравится, что Армения самостоятельно принимает решения. В Кремле также не хотят сближения Еревана с западными странами. Армения постепенно идет в сторону Евросоюза, который теперь более значим для армян-азербайджанского регулирования. За всеми митингами стоит бывший президент Роберт Кочарян. Он управляет архиепископом Багратом. Но даже если Никол Пашинян уйдет, а его кресло займет пророссийский политик, наша жизнь в любом случае не изменится в лучшую сторону. Наоборот, все станет хуже. Испытывающая трудности в отношениях с Россией Армения пытается навредить и Азербайджана российским связям. В армянском политическом сообществе, продвигая повестку Запада, выдают за разногласия между Баку и Москвой вывод российских миротворцев из Карабаха. Но решение о досрочном завершении миссии миротворческого контингента было принято высшим руководством Азербайджана и России. Президенты двух стран всегда положительно высказывались о работе миротворцев. Критика в адрес миротворческого контингента звучала в основном из Армении. Но ее позиция, как и позиция коллективного Запада, не имеет отношения к делу. Я не думаю, что Запад сегодня имеет ту силу вбить клин между Россией и Азербайджаном. Азербайджанам и Россия интересы сходятся по многим вопросам, особенно по Зангельзурскому коридору. Я считаю, что коридор будет и будет международный контроль, и международный контроль в лице Российской Федерации. Миротворцы покидают Карабахский экономический район Азербайджана по обоюдному согласию, а вот с армянских территорий российских военнослужащих буквально выдворяют. Армения потребовала вывести пограничников России из Ереванского аэропорта Звартноц и свернуть 17 пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе. В армянском правительстве также заявили, что не просили Кремль оставлять своих пограничников на границе Армении с Турцией и Ираном. Президент Грузии Соломи Зарабешвили заявила, что наложила вето на закон о прозрачности иностранного влияния, который парламент Грузии принял в третьем чтении. По ее словам, вето не будет подлежать никаким изменениям и будет передано в законодательный орган. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон об инагентах, что спровоцировало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах при остановке интеграции страны в ЕС. Грузинский президент неоднократно указывал о намерении наложить на документ вето, и для этого у нее был срок до 28 мая. Ранее премьер-министр Грузии Ракли Кабахидзе заявил, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом Зарабешвили замечания окажутся приемлемыми. «Сегодня я наложила вето на закон об иностранном влиянии. Он противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет собой препятствие на нашем европейском пути. С юридической точки зрения, эта вето не имеет никаких проблем, и сегодня она будет передана парламенту. Это очень простой вето. Этот закон не подлежит никаким изменениям и усовершенствованиям, и он должен быть отменен». Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что начнет самую масштабную депортацию мигрантов в случае победы на ноябрьских президентских выборах. Как сообщают американские СМИ, рекордный приток мигрантов в США за несколько месяцев угрожает поставить крест на политической карьере Джо Байдена и поможет возвращению Трампа в Белый дом. Бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на ежегодной конференции консервативных политических действий, заявил, что начнет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на ноябрьских президентских выборах. Политик назвал незаконную миграцию угрозой для страны и обвинил в сложившейся ситуации власти Соединенных Штатов во главе с президентом Джо Байденом. «Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора. Незаконная миграция – это угроза для США. Я ненавижу говорить это, а эти клоуны в СМИ скажут, «О, он такой же жестокий. Мигранты убивают наших людей, они убивают нашу страну. Мигранты говорят на языках, о которых никто в США никогда не слышал». Как сообщают американские СМИ, Трамп намерен свернуть иммиграционную программу Байдена и заложить основу для того, что, по его словам, станет крупнейшей массовой депортацией в истории США. Среди шагов готовится ускоренное рассмотрение документов для скорейшего выдворения иностранцев и отмена защиты от депортаций для сотен тысяч мигрантов. Также команда Трампа намерена заставить страны по всему миру принять обратно своих депортированных из США граждан. Выступая на конференции, бывший лидер также заявил, что Байден – это худший президент в истории государства. «Можно взять 10 худших президентов в истории нашей страны и сложить их. И они не нанесут нашей стране такого вреда, как Байден. Ухудший президент страны. Весь мир смеется над ним». Ситуация с нелегальной миграцией остается предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка в начале года сложилась в штате Техас, губернатор которого Грег Эбботт выступает за жесткое пресечение нелегальной миграции из Мексики и против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Губернатор-республиканец начал высылать нелегалов на автобусах в крупные города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. Как сообщают американские СМИ, власти страны могут ввести новое правило, которое позволит ускорить процедуру отказа в предоставлении убежища незаконно пересекающим границы мигрантам. Данная мера будет нацелена на людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США и в конечном итоге может привести к ускоренной депортации большого количества мигрантов. Это один из нескольких шагов, на которые может пойти президент США Джо Байден, чтобы решить проблему нелегальной миграции в преддверии выборов, так как миграционная политика является одним из наиболее слабых мест демократов. Сарвинас Гаджалиева, CBC. По данным Ведомства по охране окружающей среды Германии, в стране произошло редкое наводнение, которое случается лишь раз в 20-50 лет. Непрерывный проливной дождь в немецкой земле Сарланд вызвал затопление улиц, подвалов и оползней по всему региону. Во многих муниципалитетах, включая крупный город Сарбрюкен, из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать людей. Население призвали избегать подвалов, водоемов и затопленных территорий. Канцлер Германии Олаф Шойц, комментируя ситуацию в городе, назвал ее очень напряженной. Основное внимание уделяется неотложной помощи, которую могут оказать федеральные учреждения. И как только мы получим более полное представление об ущербе, а чрезвычайная ситуация и опасность отступят, тогда мы сможем договориться о том, что необходимо сделать. У нас есть хорошая практика солидарности. К сожалению, это не первый случай, когда нам приходится сталкиваться с крупным стихийным бедствием. Все могут быть уверены, что все будет сделано наилучшим образом. Всем временем более 50 человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями в центральной части Афганистана. По данным информационного департамента центральной провинции Гор, в результате ливней были перекрыты многие дороги и были полностью разрушены 2000 домов. Такое же количество жилых объектов оказалось под водой в провинции Фероскох. По данным СМИ, 12 мая из-за наводнения на севере Афганистана погибли 315 человек. Ещё 1600 получили ранения. «Наводнение началось вчера ночью. Оно причинило большой ущерб и разрушило дома людей. У нас нет питьевой воды и хлеба. Детям нечего есть». «Дождь усилился и стал проливным. Когда началось наводнение, мы не хотели выходить и остались дома. Но вода разрушила дома и имущество людей в городах и сёлах. Наводнение привело к гибели всего скота». Для оказания поддержки Афганистану Турция направила в страну партию гуманитарной помощи. Груз содержит 2000 одеял, 14 тысяч тонн продовольствия и 7 тысяч тонн медикаментов. Помощь планируется распределить среди жителей афганских провинций Баглан, Тахар и Бадахшан, где, по данным ООН, 10 и 11 мая в результате схода силевых потоков погибло более 300 человек. Компания «Азербайджан» Coca-Cola Bottlers провела церемонию закладки фундамента своего нового производственного предприятия в Исмаилинском районе Азербайджана. Инвестиции в завод составляют 68 миллионов монатов. Новое производство является дополнительным стимулом социально-экономического развития региона и повышения привлекательности инвестиционной среды. В Исмаилинском районе Азербайджана прошла церемония закладки фундамента нового производственного объекта компании «Азербайджан Coca-Cola Bottlers». Министр экономики Микаэл Джабаров отметил, что в стране продолжается привлечение капитала, создание импортозамещающих и экспортоориентированных производств. Здоровая и прозрачная бизнес-среда увеличивает объем прямых иностранных инвестиций, вместе с которыми в Азербайджан привносятся современные технологии и знания. Вложение в новые предприятия, отвечающие международным стандартам, качество и безопасности, составляет 68 миллионов монатов. Завод будет построен на территории 15 гектаров. Здесь планируется открыть более 100 новых рабочих мест. Однако эффект от проекта этим не ограничивается. В частности, здесь формируется экосистема. Знания и навыки работников современного производства – большой вклад. Капиталовложения также оживляют экономическую активность. Этот бренд уже давно работает как производитель в Азербайджане. Открытие второго завода стало результатом ряда важных факторов. На рынке страны компания должна чувствовать себя комфортно, чтобы принять инвестиционные решения. Мы приветствуем инвестиции компании в рамках соответствующего меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2021 году. Это еще раз доказывает привлекательность инвестиционной среды Азербайджана и тот факт, что регионы имеют подходящую инфраструктуру и человеческий капитал для вложений. Завод на основе документа о поощрении инвестиций, предоставленный Министерством экономики, на 7-летний период получил 50-процентную скидку по налогу на прибыль и налогу на доходы. Кроме того, предприятие на 7 лет освобождено от налога на имущество и землю, от налога на добавленную стоимость и доможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок. На предприятии с производственной мощностью 165 миллионов литров в год планируется выпуск напитков таких марок, как Coca-Cola, Fanta, Sprite. Завод предназначен в основном для удовлетворения внутренних потребностей, но в дальнейшем планируется экспорт производимой в «Эсмейлы» продукции. Ожидается, что предприятие будет сдано в эксплуатацию в следующем году. Решение в инвестициях новое предприятие в «Эсмейлы» ещё раз подтверждает нашу веру в сильную экономику и благоприятную инвестиционную среду в стране. Мы высоко ценим поддержку правительством Азербайджана процесса реализации наших инвестиционных планов. Уверена, что начало деятельности нового предприятия создаст новые рабочие места, предоставит местным поставщикам больше бизнес-возможностей, увеличит отчисление налогов, государственный бюджет и укрепит местную инфраструктуру. Мы с нетерпением ожидаем ввода в эксплуатацию завода в 2025 году. В свою очередь глава исполнительной власти Смейлинского района Нахид Багиров отметил широкие возможности для развития туризма, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и других сфер в районе. А деятельность производственных предприятий создает благоприятную среду для развития экономики на местах. Новое предприятие в Исмаилы создается на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в феврале 2021 года между Министерством экономики и Азербайджан Кока-Кола Ботлерс, дочерней компании Кока-Кола и Чаджак, входящей в Анадулу Групп. А это были все новости к этому часу. С вами была я, Лили Гусейн-Лей. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин